всем привет добро пожаловать на канал талия 60 я сегодня начинаю снимать влог давно не было соскучилась по влогам может быть вы тоже соскучились вот и как бы избавиться от слов вот не знаю я стараюсь честно значит что я хотела сказать да я начала вышивать новую работу здесь у меня такой вот бардачок мой помощник кстати мы с мужем все время спорим как назвать этого мишку муж говорит что говард надо его назвать в целом мне нравится это имя но я не совсем удовлетворена и до сих пор еще ищу какое-то имя ему но в целом пока что он остается говардом может быть я придумала что-нибудь кстати мартин мне еще нравится мне кажется это прикольное имя для мишки ну да ладно мы отвлеклись значит я начала вышивать угадайте что то да 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 конечно же мил хилл я очень соскучилась предыдущем видео я говорила что хочу начать и не только начать хочу и начать закончить эту работу вот соскучилась по мил хиллу и захотелось и быстренько ниточки разобрала кстати у меня здесь такая штука значит вот нитки я разобрала все время пользуюсь этим органайзером но у меня здесь лишняя нитка вот этот цвет он здесь ну то есть схеме его нет он просто вот ну такая одна пасма была здесь два вот таких фиолетовых и вот этот он посветлее в общем я не знаю для чего он но у меня уже второй раз такое когда мне попадается на пасма нитки которая не задействована нигде ну то есть да она не задействована схеме но я думаю что это просто какая-то ошибка ничего страшного в этом нет также я вышиваю вот эту работу мой все падает вчера я ее немножечко продвинула здесь сейчас я вам покажу превью для тех кто первый раз смотрит это работала триолис она вышивается шерстью называется по моему чаепития под яблонями очень мне нравится эта работа мне нравится цвета вот она такая ну как сказать я прям вот ощущаю как будто бы эту атмосферу и мне почему-то кажется что чай они пьют в пасмурный день вот не знаю мне кажется туда что там солнце не светит на мой взгляд это так но это очень приятный такой знаете наверное конец августа и вот это вот эти яблочки уже пахнет осенью такая вот атмосфера классная здесь очень уютная и мне безумно нравится вот эта скатерть хотя подозреваю что могут с ней возникнуть проблемы ну да ладно в общем вышиваю я сейчас вот юбку я вчера вот эту работу повышевала магнит здесь конечно вообще не в тему ну ладно и захотелось мне мелхила в общем не начала я мелхил сейчас я вам покажу на каком я этапе вот здесь началась одеялка прикрепила сюда магнитик виде кукурузы потому что у нас тут явно такой деревенский мотив вот и конечно мне очень нравится посмотрите на эти одеялки такие цвета классные ну мелхил он плохим не бывает это прям моя любовь вы знаете хотя я уже давно не вышивала по моему я зимы но хилл не вышивала и да вот эту работу в общем-то продолжаю вышивать вернулась я к вышивке полностью убрала все свои ткани и шитье хватит уже до баловаться надо вернуться обратно к своему первоначальному занятию я шучу на самом деле я конечно же буду еще шить у меня уже приготовлены ткани на пижаму вот еще случилось такое классное событие я все знаете я вижу что другие девчонки продают свои схемы схемы которые уже отшили но я всегда как-то вот стеснялась ну мне казалось что на никто не купит кому это надо вот мне уже вот второй раз написали что хотят купить схему у меня на днях написал девушка что хочет купить схему морис мориса но я пока ее не продаю понятно еще не отшил и вот она тут мне написала девушка и она спрашивала вот про эту схему эта работа у меня уже отшита и она захотела ее купить и я ее продала отправлю по почте это все буду делать впервые ни разу не отправляла ни разу не продавала это для меня такой новый опыт но я думаю ничего там супер сложного нету и эта схема у меня в хорошем состоянии она там не закрашенная не подчерканная единственное там посередине где сгиб идет схемы чуть-чуть она буквально чуть-чуть стерлась но это я думаю совсем не мешает ее вышивать и я просто посмотрела сколько она стоит на 123 стич уменьшила цену почти вдвое и ну почти там чуть-чуть и решила что почему нет это очень здорово что кто-то купит и будет ее тоже вышивать с удовольствием мне кажется это приятно мне и приятную человеку который будет ее вышивать и я поняла что нужно продавать схемы которые просто лежат ну вот я вышла в прошлом году и она мне год лежит зачем понятно что я второй раз вышивать ее не буду поэтому нужно продавать и это очень классная идея нитки я конечно не буду скорее всего продать они все нужны и я здесь еще подсобрала вот то что я бы продала тоже удовольствием здесь у меня вот такой вот сюжет который я тоже вышивала в прошлом году войсовый шепард но здесь у меня схема почиркана тоже надо посмотреть вот видите здесь прям закрашивала карандашом но опять же это все можно стереть и спокойненько себе вышивать ну тоже думаю буду продавать вот им у ее даже вот так обратно запечатать будет иллюзия что это новое схема мне кажется да тоже классная идея продать чтобы не лежал потому что это очень классная схема и популярный сюжет дальше я нашла еще у себя такую схему от савиновый лес эта работа тоже у меня вышита здесь меня только схема но так как сюда идут спокойно можно купить нитки демси вообще не проблема причем она вот в таком классном конверте у меня и я думала что я ее зачеркивала но оказывается нет я ее не зачеркивала так сейчас я вам покажу кусочек значит вот схема видите она такая цветосимбольная кстати очень удобная здесь ключ будет ключ демси и здесь еще кусочек в общем из двух частей состоит ключ прилагается вообще никакой проблемы нету схема хорошем состоянии поэтому если кого-то вообще заинтересует это все вы мне напишите но я сразу говорю что наверное продавать по россии потому что ну сами понимаете вот значит еще одна схема над схема вообще копеечная такая очень-очень дешевая но в любом случае вдруг кто-то ее захочет очень красивая работа по ней у меня получилось я уже ее оформила она висит на стене вот такая и еще есть вот такая схема от джаз нэн здесь немного бисера но я не уверена что его хватит понятное дело им были шмант я использовала ну тоже почему бы и нет кто-то захочет купить эти схемы вообще ни разу не дешевые от джаз нэн я с удовольствием вам ее отправлю просто я не знаю такую большую вообще как отправлять наверно тоже заказным письмом или не знаю в общем разобраться можно задумалась я о том еще чтобы продавать свой свои остатки мелхилл но поняла что нет нет остатки мелхилл я продавать пока не буду или скорее всего вообще не буду потому что они могут мне послужить во-первых здесь нитки динфи которые спокойно будут ну просто их перемотаю на бобинки и все и буду использовать и во-вторых здесь очень классный бисер мелхилл который я безумно люблю его нужно рассортировать по номерам я пока что этого не сделала потому что лень родилась раньше меня но обязательно этим когда-нибудь займусь и этот бисер пригодится мне для того чтобы вышивать какие-то другие работы подбором какие-то снятые с производства и так далее но пуговицы конечно придется где-то добывать но ничего страшного есть сюжеты в которых можно вообще без пуговицы обойти поэтому мелхилл я не буду продавать но картон вот этот кстати могу и продать потому что он мне точно не для чего не понадобится вот такие дела ребята начала свой влог я так с такой информации если кого-то что-то заинтересует то пишите ну все я пойду пить кофе и чизкейк кстати приготовила сама чизкейк я уже по надкусывала здесь очень вкусный получился если вы пьете чай кофе то я вам желаю приятного аппетита и оставайтесь со мной посмотрим что будет дальше так я нашла себе новое занятие я досталась коробку со всеми сокровищами всякими пуговки такие бусинки вот мне приспичило потому что я купила вот такую вот такой нить вдеватели и не совсем удобно его ну брать потому что он плоский и кстати я к нему приноровилась и он мне даже стал нравиться и он совсем не рвет нитку что классно но и я вспомнила что на всякие бусы бусины и решила сделать маячок у меня вот такой вот мишка есть что я как мельтешу рукой значит вот что у меня получилось мне кажется очень прикольно я не умею делать маячки я просто взяла и сделала то есть как ну вот как душа легла так и сделала вот мне кажется очень классно мне кстати есть еще вот такой вот оранжевый мишка надо будет с ним тоже что-нибудь прикольно придумать и мне кажется очень миленький маячок получился он у меня также пойдет на другие работы с мишкой мне кажется ну слишком я планирую все мишек вышивать вот в общем то да прикольно я вот эти все бусы покупал вообще везде в разных местах вот и я конечно же не остановилась на достигнутом и решила сделать еще один маячок поскольку скоро будет осень будет хэллоуин я просто стараюсь вам снять чтобы было видно давайте вот так на руке покажу все равно нифига не видно и у меня был вот такой вот череп как него вот повернуть видите вот такая вот луна в конце мне кажется получилось очень прикольно и его можно надеть на такие черные ножницы и он классно с ними сочетается сразу не обращайте внимание на мои руки я как уже говорила и у меня есть я страдаю болезнью кожи поэтому они такие странные поэтому не пишите мне ничего я знаю что есть люди которые на это обращают внимание ну что уж поделать и ничего не поделать с этим вот не суть в общем такие классные два маячка у меня получились и знаете надо вообще озаботиться темой маячков как их делать правильное дело неправильно надеюсь что они будут долго мне служить у меня до сих пор не было ни одного маячка я их не покупала и не пользовалась особо у меня была одна кисточка и надевал на ножницы но она у меня рассыпалась со временем поэтому вот эти все бусы я думаю еще пригодятся мне еще есть вот такие вот шармики самое прикольно что я постоянно покупала все эти бусы все вот эти вот шармики рука очень прикольный есть у меня клубника я это все покупала для того чтобы делать маячки но дошли ли руки у меня только сейчас до этого вот не знаю мне в принципе нравится на самом деле я сделала с 1 на 1 вот такой мячок для того чтобы не потерялась не потерялся нить вдеватель но почему бы и нет как бы да ну вот и значит никак я вот не избавлюсь ладно не суть и продолжаю вышивать мил хилл вот что у меня уже то есть мне здесь вот нарисовался домик достаточно быстро дело идет кстати мне нравится эта кукуруза она такая прикольная знаете это не магнит на самом деле то есть я просто взяла увидела как в магазине детские заколки там была вишня кукуруза и что-то там еще тыква по моему вот и я взяла их от оторвала от заколки приклеила на магнит и вот получился магнит что он не самый сильный но мне достаточно нормально прикольный такая кукуруза и где-то еще валяется тыква уже не помню куда ее задевала мы сейчас повешу свой новый маячок на ножницы и буду продолжать вышивать и кстати еще не знаю насколько удобно вообще пользоваться маячками то есть для ножницы не знаю потому что он все время будет болтаться но посмотрим у меня следующее включение посмотрите какие у меня классные продвижения на мил хилле я уже здесь вот и бисер пришивала заполнила все и иду вот сюда и посмотрите что у меня произошло вот это вот вот это вот вот это видите вот этого один полукрест я не понимаю как это как я это делаю но я очень часто ну точнее не очень часто но периодически вот так вот забываю закрыть один крестик и вот он теперь тут вот так вот бесит меня прям но мне лень потом зарядить нитку опять я все время такая потом 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 и у меня есть работа где мне так и остался один вот этот полукрестик и там принципе незаметно но это так раздражает вот этот полукрестик незакрытый не знаю как это бывает может я торопилась просто мне очень нравится эта работа здесь конечно три килограмма бисера . круто выглядит и но еще здесь есть вот какая штука написано что вот этот вот бисер вот он видите такой черный что это как бы темный шоколад но на самом деле он прям черный вот я его пришила здесь смотрите он реально прям ну просто черный хотя на картинке он не такой и к живом картинку мне кажется на картинке он как-то более шоколадные действительно вот ну короче говоря он черный я не ну в целом выглядит нормально но просто это странновато потому что мне кажется что в другой работе мелхилл я уже пришивала где-то шоколадный такой матовый он был прям коричневый но возможно я ошибаюсь все продолжаю дальше вышивать и сегодня собираюсь идти в багетную мастерскую я натянула несколько работ и хочу их оформить буду заказывать рамы поэтому оставайтесь со мной я думаю что сделаю какие-то записи из багетки так ребят ну что мы уже в багетной мастерской и в принципе для вот этой работы я выбрала вот такой багет простой это пластик он такого немножко молочного цвета эта работа пойдет меня на подарок вот поэтому ну как бы такая лаконичная достаточно получилась рама и вот здесь мы выбрали вот такую раму это тоже пластик но она настолько круто сюда просто вот она создана мне кажется для этой работы как здорово выглядит это есть у нас вот здесь у меня дилемма не очень нравится вот эти милые розочки но я не знаю или вот эту взять мне кажется здесь нужно паспарту или вот эти розочки с ручками тоже прикольно выглядит не знаю сейчас буду думать здесь на самом деле подвезли новые рамы и это очень-очень классно наше любимое с мужем багетная мастерская так ну что это снова я и у меня случились новые занавески да я сшила занавески такие вот симпатичные будет еще тюли как вы понимаете снова отвлеклась от вышивки конечно же вот и я сделала такие короткие шторы потому что эти здесь у меня мое рабочее место мой мил хилл которые я обязательно закончу в этом месте и мне очень неудобно когда шторы длинные они мне прям вот ну мешают ну и правда вот мешают поэтому я сделала такие мне очень они нравятся я результатом довольно такие подвески сделала здесь еще потом приделаю крючочки и будет окей вообще хотелось сюда переставить свой рабочий стол к окну но я поняла что не совсем это будет удобно не знаю вот значит что я наверное на этой ноте с вами попрощаюсь давайте покажу вам что я уже вышла смотрите принципе да как вы мне кажется большую часть такую сложную работу я вышла потому что здесь внизу у нас пойдет много зашивки одним цветом и да дальше планирую вышивать буду вышивать и конечно вам все показывать наверное я сейчас пойду достану тетрадку и запишу какие-то планы может быть на осень и вообще посмотрю что у меня начато потому что я отвлекаюсь на шитье и вообще все уже про все позабывала ну все на этом буду с вами прощаться спасибо что посмотрели не забывайте подписываться и ставить лайки и увидимся в следующих видео всем пока